При использовании сивака я не просто очищаю зубы, я это делаю ради Всевышнего Аллаха, ради того, что это является суммой пророка, ради того, чтобы следовать за пророком в этом деле. Человек не только получает красивую улыбку и приятный запах сорта, плюс к этому сивак это то, что делает Всевышнего Аллаха довольным. Аллаху Тааля доволен этим человеком, потому что Всевышний Аллах любит чистоту, любит, когда у человека исходит приятный запах, и также любит, когда приятный запах исходит сорта человека, который стоит перед ним в намазе. Как мы знаем, религия и ислам уделяют большое внимание чистоте. Есть множество изречений посланника Аллаха, где говорится, что чистота — это важная часть нашей религии. Чистота — это неотъемлемая часть нашей религии. И имам-муслим передает хадис на этот счет, в котором говорится, «Чистота — это половина веры». В этом хадисе пророк, объясняет нам какую высокую степень и важность имеет чистота. И сегодня я хотел бы рассказать об удивительном предмете, используя который человек очищается, приводит себя в порядок и вместе с этим получает награду за это. И это сивак, который продается в любом исламском магазине, и стоит он недорого. Сама по себе чистка зубов является желательным действием, за которое человек получает награду. А если это будет при помощи палочки из дерева арак, то это еще лучше и больше принесет пользу этому человеку. Ана Бихрарита, радаиллаху анху, передается, что Анна Расулю Аллахи, салли Аллаху, алейху ассалям, каля, лауля ан ащукка аля уммати, ла амартухум биссиваки маа кулли саля. Посланник Аллаху, алейху саляту вассалям, говорит, «Если бы не было тяжелым для моей общины, для моей уммы, я бы повелел бы использовать сивак перед каждым намазом». То есть во время совершения намаза человек стоит перед Господом миров, и в такой момент необходимо, чтобы мусульманин соблюдал чистоту, спокойствие, чтобы место, откуда выговаривают слова молитвы, рот, зубы были чистыми. Были чистыми. И в этом хадисе посланник Аллаху, алейху саляту вассалям, говорит нам, что если бы не было трудным каждый раз использовать сивак перед каждым намазом, разницы нет, будь это желательный намаз, обязательный намаз, и также нет разницы сорта человека, идет плохой запах или же не идет. Разницы нет, все равно желательность остается использовать сивак перед каждым намазом. Само по себе использование сивака является желательным действием, за которое человек получает награду от Всевышнего Аллаха. А при некоторых обстоятельствах, как совершение намаза, чтение Пур'ана, чтение зикра, восхваление Всевышнего Аллаха и также перед каждым любым благим делом, особенно желательным является использование сивака. Как ранее было сказано, использование сивака является желательным, особенно если это из дерева арак. Ну, а если у человека не оказалось с собой палочки из дерева арак, то человек может почистить зубы любым другим предметом, главным условием которого является, чтобы она была грубая и подходящая для чистки зубов. И за это тоже человек получит награду от Всевышнего Аллаха. Сивак — это то, что очищает рот и делает Господа довольным, говорится в хадисе. То есть человек не только получает красивую улыбку и приятный запах сорта, плюс к этому сивак — это то, что делает Всевышнего Аллаха довольным. Аллаху Тааля доволен этим человеком, потому что Всевышний Аллах любит чистоту, любит, когда от человека исходит приятный запах и также любит, когда приятный запах исходит сорта человека, который стоит перед ним в намазе. Любой из нас не захочет долго стоять и разговаривать с человеком, от которого исходит плохой запах. И поэтому чистота, чистоплотность являются качествами истинного мусульманина, который старается соблюдать религию, который старается слушать изречения пророка, саллиллаху алейхиму асалям, и соблюдать их. Ведь есть множество изречений, в которых говорится, что желательно часто купаться, использовать благовония, стричь ногти, волосы и так далее. Все это говорит о том, что религия чистая, любит и призывает к чистоте. Учеными доказано, что экстракт сивака обладает антисептическим противомикробным эффектом и содержит полезные микроэлементы, которые способствуют укреплению зубов и десен. Согласно исследованиям, проведенном в Египте, в сиваке содержится элемент, снижающий кровоточивость десен и их воспалений, потому что сивак – это мощное, естественное, отбеливающее, натуральное полирующее средство. И тут хотел бы рассказать про эксперимент, который провели в Дагестане группа из нескольких стоматологов. Ребята захотели изготовить уникальную зубную пасту из натуральных и дорогих элементов, которая очищала бы зубы от всего. Посоветовавшись с химиками, собрали все ингредиенты и сделали такую пасту. И в течение двух недель человек пользовался этой пастой. При помощи этой пасты человек легко очистился от налета, от плохого запаха и так далее, кроме одного, кроме камня. В это же время, в течение двух недель, другой подопытный использовал сивак и пользовался им как можно часто. Через две недели зубы этого человека стали белее, десна укрепились, появился приятный запах сорта и даже камень, который нужно было удалять специальной аппаратурой, то есть ультразвуком, тоже исчез. Также приводится хадис от Аишат, она рассказывает про себя. Из благ, из ниаматов, которыми Всевышний Аллах меня одарил, то, что Пророк, салли Аллаху, покинул этот мир, находясь у меня дома. Она говорит, что он покинул этот мир в мой день, у меня, вот, передо мной. И также ниаматом от Всевышнего Аллаха, она говорит, является то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, объединил его и мою слюну перед тем, как покинуть этот мир. Далее говорится, Я увидела, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, смотрит на сивак и поняла, что он хочет этот сивак. И дальше, она говорит, я спросила пророка, саллиллаху алейхи вассалям, тебе взять этот сивак. Он кивнул головой и дал понять, что он хочет этот сивак. Я дала ему этот сивак, для него было тяжелым его делать. То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был при смерти и не мог хорошенько использовать сивак. Для него он был слишком твердым. И далее она говорит, Он тоже кивнул головой и дал понять, знать, что на самом деле сивак он твердый, чтобы она смягчила его. Я взяла его, смягчила этот сивак и обратно отдала ему. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, начал его использовать и очищать свои зубы. Также в другой версии говорится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, взял сивак и от души хорошенько его использовал. Перед тем, как покинуть этот мир, хорошенько его использовал. Затем отпустил он руку, этот сивак упал на землю и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, покинул этот мир. И этот хадис указывает, что самым последним деянием, который совершил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в этом мире, это является сивак. Перед тем, как встретиться со Всевышним Аллахом, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, использовал сивак. В другом хадисе от Айшат, саллиллаху алейхи вассалям, говорится, Эту историю рассказывает Таби'ин по имени Шурайх б'нухани. Он спрашивает у Айшата, саллиллаху алейхи вассалям, что делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда заходил домой самым первым делом. И она говорит, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, заходил домой, он использовал сивак, чистил зубы. Перед тем, как подойти к семье, перед тем, как поговорить с семьей, он чистил зубы, очищал свой рот и делал так, чтобы от него исходил только приятный запах. Для нас пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и так является хорошим примером. И в этом случае тоже он нам показывает пример, как мы должны обходиться с семьей. Перед тем, как зайти домой, перед тем, как встретить свою семью, жену, детей, нам необходимо тоже готовиться, и чтобы первое, то, что люди видят от нас, чтобы это было приятным. Ведь в большинстве случаев человека оценивают так, как он себя покажет первый раз. И ведь в большинстве случаев человека оценивают, как его увидели первый раз, как он встретил свою семью, с каким настроением он это сделал, такое же настроение будет царить у него в семье, иншаллаху алейхи. Также, Али, разу и Аллаху, передается хадис от Али Асхаба. Это очень важный и интересный хадис. Али Асхаб рассказывает, что пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, Поистине, раб Аллаха почистит зубы, использует сивак, затем встанет на намаз. Рядом с ним встает ангел и слушает его чтение. И этот ангел приближается к этому человеку так, что он становится близко к рту человека, который совершает намаз. И все, что вышло от человека из Корана, все, что он произнес, это, говорит, заходит внутрь ангела. Почему? Причиной этому является использование сивака. Все, что он прочитает из Корана, это заходит внутрь ангела. И далее пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, говорит, вы очищаете свои рты для того, чтобы читать Коран. То есть мы видим разницу между тем, прочитать Коран без сивака и прочитать Коран с сиваком, какая большая разница есть. И какая есть большая разница, и как пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, восхваляет того, кто читает Коран, используя сивак. Также в другом достоверном хадисе, который передает имам Аль-Бухари, говорится, Он рассказывает, что пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, каждый раз, когда просыпался ночью, он использовал сивак. Проснулся ночью, первым делом, что пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, делал, это использование сивака. И он чистил этим зубы. Теперь немного расскажем про желательные действия при использовании сивака. Желательным является использовать сивак с правой стороны. То есть, вначале мы начинаем с верхних правых зубов, с края до середины. И таким образом чистим три раза. Верхнюю сторону, потом нижнюю сторону тоже так же три раза. Затем переходим на левую сторону и от края чистим до середины три раза. То же самое делаем мы с нижней части. Как алимы пишут в книгах, именно таким образом желательным является использование сивака. Минимальное количество использования это минимум один раз. Но желательным является каждый из них по три раза чистить. Также очень важным является, чтобы мы при использовании сивака делали правильное намерение. А что такое правильное намерение? Правильное намерение это когда я использую сивак. При использовании сивака я не просто очищаю зубы. Я это делаю ради Всевышнего Аллаха. Ради того, что это является сумной пророка, саллилаллаху алейхи вассалям. Ради того, чтобы следовать за пророком, саллилаллаху алейхи вассалям, в этом деле. Также есть небольшое разногласие в том, что чистить нужно именно правой рукой. Ученые Шафиитского, Ханафиитского, Маликиитского и даже некоторые ученые Ханбалитского Мазахаба говорят, что только правой рукой является желательным использование сивак. Также желательным является мыть сивак, когда он испачкается. То есть мы знаем, что сивак долго не служит. Чем больше мы его используем, тем больше микробов он собирает и он приходит в негодность. Но если он, допустим, упал или как-то испачкался, то его нужно помыть и дальше использовать можно его. Также в некоторых книгах мы находим, что алимы пишут, желательным является не во время использования сивака, ставить его назад левого уха. Также говорится, что желательно его помыть после того, как мы его использовали. И нежелательным является использовать его с конечной стороны. Если мы начали использовать с одной стороны, нужно продолжать его использовать. Нежелательным является использовать с конечной его стороны. желательным является чтобы сивак был размер 5 не слишком маленький и не слишком большой и самым важным является чтобы и также очень важным является не высасывать сивак то что внутри накопляется это все микробы но в некоторых книгах пишется что первый раз после первого использования можно высасывать а дальше далее когда мы используем ее он собирает все микробы и уже нежелательным является высасывать ту жидкость которые она собирает прошу всеушнего аллаха чтобы он дал нам возможность силы следовать за пророком садаллаху алейхи вассалям и стараться как можно больше как можно часто использовать те возможные моменты то что мы можем соблюдать из суда пророка сальяллаху алейхи вассалям — аль-Хамду лилляхи Раббил Акиминь